Лечение и медицинская реабилитация пациентов с хроническими болевыми синдромами остается в числе актуальных проблем современной медицины. Хронический болевой синдром является одним из более часто встречаемых явлений как в общей медицинской практике, так и в практике врачей так называемых русских специальностей. Притом, при этом, на фоне неуклонного роста невротических и психосоматических расстройств отмечается рост распространенности феномена соматизации, который в первую очередь появляется хроническими болями различной локализации. По данным изученной нами литературы, по статистическим данным, до 20-30% пациентов хронические боли имеют признаки психогенных, причем 90% больных указывают на скелетно-мышечную локализацию боли. Ведущей жалобой пациентов часто является постоянная тяжелая психически угнетающая боль, полностью необъяснимая физиологическим процессом или соматическими расстройствами, и появляющиеся в сочетании с эмоциональным конфликтом или психосоциальными проблемами, которые могут быть расценены в качестве главной причины, хотя на самом деле там другие идеологические моменты. Пациенты характеризуются минимальной выраженностью или отсутствием объективных клинических изменений при высокой степени инвалидизации и психологическом дистрессе. Помимо психогенных факторов, в патогенезиологических феноменах значительную роль отводится глобальная гипералгезия и педагогизация на фоне патологии центральных нонсоцептивных структур, в том числе аномальной обработкой сенсорной информации. Психосоматика известна с 1818 года, когда еще Хайнротт предложил все-таки объединить соматические боли и психическое неблагополучие, которое в 1527 году теофраз Бомбаст и Пауриэль фон Бэггенгейм, известный как Парацесс, разделил на два направления. Итак, что же такое психосоматика? Психосоматика – это направление в медицине и психологии, занимающееся изучением влияния психологических, преимущественно психогенных факторов на возникновение и последующую динамику соматических заболеваний. Согласно основному постулату этой науки, в основе психосоматического заболевания лежит реакция на эмоциональное переживание, сопровождающаяся функциональными изменениями и патологическими нарушениями органов. Соответствующая предрасположенность может влиять на выбор поражаемого органа или систему, так называемый орган-мишень. Мы все-таки оперируем в своей клинической практике и в наших научных исследованиях, совершенно другими терминами, психо-бисцеросоматика. Психо-бисцеросоматика – это, по сути, дальнейшее направление развития психосоматической медицины как научного и клинического направления, которые исследуют роль психосоциальных факторов, патогенезии и динамики соматических заболеваний, чаще всего реализующихся через бисцеральные симптомы, синдромы и нозологии, использующие полученные данные в профилактике и лечении и реабилитации. По сути, это является синонимом холистической медицины в широком понимании, то, о чем говорили многие выступающие вчера и сегодня, в частности, благоважаемый Дмитрий Евгеньевич. Вот мы идем параллельным путем, многие коллеги ссылаются, в том числе, на Джорджа Буткарта, на его представление об организме человека, как о равностороннем треугольнике, где имеются вентальные, структурные и, конечно же, биохимические факторы. Любое психо-бисцеросоматическое заболевание является свойством человеческого организма как системы, именно как системы. Оно не выводится по отдельности и с психических, и с физиологических, включая наследственные свойства индивида. Его невозможно объяснить путем исследования свойств какой-то одной подсистемы, психической или соматической. Только взаимодействие между этими подсистемами и окружающей средой может привести к новому состоянию организма, определяемому как психо-соматическое заболевание. И в широком плане психо-бисцеросоматическое заболевание, то, с чем мы с вами в нашей остеопатической клинической практике встречаемся практически у каждого первого пациента. И только понимание этих связей может дать возможность эффективно воздействовать на возникшие заболевания, в том числе и методами психотерапии, остеопатии и всем набором, всем спектром тех методов, о которых вчера и сегодня, и, надеюсь, завтра мы будем, так сказать, с вами говорить и изучать. В остеопатии занимает, как известно, важное место в комплексном лечении болевых синдромов различной локализации, оказывая мощное рефлекторное воздействие на ткани, инновационно связанные с позвоночными другими сегментами. Остеопатическое воздействие приводит к снятию или уменьшению мощного спазма, нормализации тонуса сосудов, трофике, постепенной ликвидации болевого синдрома и неврологические нарушения. Таким образом, в контактуальной модели психо-вистеросоматики, используя, прежде всего, наиболее не столько интегративную, сколько эмергентную часть остеопатии, мы можем объективно взглянуть на те проблемы, с которыми современное цивилизованное человечество встречается. И прежде всего, это алгические феномены, которые, в свою очередь, вызывают нарушения в виде нарушения постуры, биомеханики, в частности, бибидальной формы локомоции, биомеханики ходьбы. И те оппоненты, которые нам иногда оппонируют, извините за оттологию, и само по себе предлагают лечение болевых алгических феноменов с помощью фармацевтических препаратов, это путь в никуда. В чем смысл хронической протопатической боли? То, что эта боль показывает тому, кто живет в конкретном аватаре, а в аватаре живут не только гимнерки, но еще кто-то, кто может принимать какие-то валевые решения. И таким образом, когда предлагается фармакотерапия, то, соответственно, происходит всего лишь навсего изменение функционального состояния рецепторов. Проблема остается, субъективное ощущение, вроде бы, так сказать, уменьшается. Но, таким образом, этот путь приводит к хронизации и инвалидизации пациента. Более того, если действительно существует хронический болевой паттерн, то, соответственно, рано или поздно происходит изменение в непосредственно функциональном состоянии центральной нержи системы, а именно дефицит нейромедиаторов, в частности, гормона счастья серотонина. Серотонин, как известно, как и дофамин, синтезируется из триктофана аминокислоты. И на этом фоне возникает синдром боль-депрессия. Боль-депрессия. То есть душевная боль на фоне возникшей, на фоне соматической боли приобретает уже такой синдромальный характер. И так называемые узкие специалисты, которые не воспринимают пациента именно в единстве всех его психо-вистеросоматических компонентов. Соответственно, как и они, хорошие ребята, их научили в случае наличия болевого синдрома назначать различные препараты. Но дело все в том, что мало кто знает, что когда возникает на фоне хронической боли алгический феномен и, соответственно, синдрома боль-депрессии, то узкий специалист, например, психотерапевт назначает антидепрессанты. Антидепрессанты при длительном пероральном применении воздействуют на микробиотовый кишечник как очень мощные антибиотики. То есть таким образом пытаемся, так сказать, лечить одно, возникает другая ситуация. Таким образом, включается еще один специалист, а именно гастроэнтеролог, который с перемененным успехом лечит то, что по сути является ятрогенией. И таким образом проблемы на уровне висцеры становятся следующим компонентом психо-висцеросоматического расстройства. В свое время Михаил Иванович Магиндович издал вот эту замечательную книгу именно, так сказать, взаимодействие висцеросоматических и соно-висцеральных рефлексов. Вот здесь представлена, соответственно, нехитрая система, как это происходит висцеросоматические, висцеромоторные, моторно-висцеральные. Ну и висцеромоторные, рефлексии, определения, вы прекрасно их знаете. И, соответственно, заболевание внутренних органов может сформировать нарушение функции самого большого органа человеческого тела, так как врачи очень плохо знают нормальную анатомию человека. Я вам скажу, что этот вопрос я задаю своим студентам, аспирантам, ординаторам в течение не одного десятка лет. Какой орган по массе у человека самый большой? Отныне и пред, вы будете знать, что это скелетные мышцы, это огромное рецепторное, пропорецептивное поле. Да, именно так. Вы не знали, но бывает. И, соответственно, когда возникает в результате неоптимального двигательного стереотипа профессионального, неоптимального двигательного стереотипа ходьбы, то, что мы называем фулькуром, как реакция адаптации, рано или поздно происходит вот то, что изучает, в моем поколении во всяком случае мы изучали соответственно физико-химию коллоидов, физико-химию коллоидную химию. По сути, базовое вещество человеческого организма, как, впрочем, и других напитающих, это гисель. И когда возникает базовый переход золь-гель-гель-фиброз, то формируется то, что академик Рыжановский называл генератор боли. Вот исчерпание адаптивных возможностей включает новую патогенетическую цепь. И таким образом идет обратный, так сказать, моторно-висцеральный момент, когда наиболее зачешные, стропно-экзотичным тоническим реакциям гладкие мышцы внутренних органов является уже следующим компонентом морфологическим непосредственно, так сказать, формирования, нарушения в начале функции, а в последующем и структуры внутренних органов. Вот это вот холесерн, великолепная семерка психосоматических расстройств, извините, я с опаской смотрю на боевой помогарк, но... Да, я уже сегодня началась. Что, уже у меня не кончилось? Не бойтесь. Я думаю, что Елена Сергеевна не такая экспедиция, как в присутствующей здесь радио. Ну, да ладно. И таким образом, что же происходит дальше? Происходит формирование вот этих, вот так сказать, взаимных, так сказать, моментов, которые только в условиях нашего восприятия остеопатического организма человека мы можем воздействовать на все три вот этих компонента. Вчера Дмитрий Евгеньевич упоминал горячо любимую мною маску тренжерянея и головное боль напряжения. Это очень распространенный вид головной боли, из всех 11 групп головной боли. И вот здесь это взято из-за вам известного доска катлоса Томаса Маевса. Таким образом, кривая левая катка может сформировать головную боль напряжения через вот эти вот, так сказать, миофасциальные структуры. Мы занимаемся реабилитацией и с большой годностью хочу сказать в рамках нашей кафедры кафедры спортивной медицины, медицинской реабилитации Сеченского университета мы включили в революционную группу врачей мануальных терапевтов и остеопатов. Может быть кто-то уже нас опередил, но вот у нас законная гордость есть, это на очень серьезном уровне остеопаты, врачи-остеопаты и мануальные терапевты работают уже с пациентами разных физологических групп именно в процессе реабилитации пациентов. Ну, не буду говорить, что такое реабилитация, вы и так прекрасно знаете. Один из очень важных компонентов формирования патологических изменений, как опорно-двигательного аппарата, а через него бисцеральных структур, а соответственно через тот и другой компонент воздействия на психоэмоциональное состояние пациентов, это, конечно же, то, по поводу чего, вот с городом хочу сказать, здесь присутствует Владимир Величничаев, мы получили в конце прошлого года патент по поводу, так сказать, вот этих изменений, которые мы обнаруживаем в результате нового направления изучения разных великостенок. Вот, соответственно, разных великостенок является в 80% случаев фактором, формирующим патобиомеханические, алгические и, ну, знаете, так сказать, дегенеративные, как-то со времен еще Наталья Сегизболна и Косинская циркулирует момент, но это не дегенеративные все-таки стратические изменения. Падиатрия, прости Господи, не к ночь будет сказано, херопогия, патология, раздел медицины, занимающийся лечением заболеваний стопы и голени, объединяющие знания по ортопедии, троматологии, сосудистой гульной хирургии, нейрохирургии и остеопатии. И мы применяем, в рекламе, может быть, вы видели, я рассказывал о том, как вы раньше работали с одной американской фирмой, но это, конечно, когда вы уже познакомились с Чарльзом Бейкрофтером и была организована компанией Падиатр. Не, не, ничего не есть. Я у меня здесь нет времени, извините. Вот, соответственно, здесь я вас призываю изучать медицинскую систему форм-тотикс таким образом. Во-первых, это очень интересно, во-вторых, актуально и перспективно, потому что в условиях антропогенной среды, а люди, так сказать, в урбанизированных, так сказать, мегаполисах передвигаются не в естественной среде, а в антропогенной среде. Вот этот асфальт, твердый пол, паркет, а у нас еще в Москве плитка имени Сергея Домлевича. Соответственно, это неестественная среда и изменяется функциональное состояние рецепторов и, соответственно, нейроортипедический компонент формирует неоптимальный двигательный стереотип с необходимостью формировать измененное патом-беомеханику ходьбы, в результате возникают алгические феномены и опять вот эта патологическая цепь, так сказать, формирует с ордезой, соответственно, мышечная активность, то есть, здесь показано, каким образом можно снизить воздействие биомеханики ходьбы на формирование очень многих заболеваний на всех этих трех уровнях. Это наша студентка, девочка, так сказать, дайте, третьим моим высшим образованием спортивного, педагогического, я пламенно убежден, что здоровому спорт не нужен, а больному он предер. Именно так, посмотрите, у этой девушки, она кандидат мастера спорта по легкой атлетике спортивного ориентирования, а ей рожают, знаете, что происходит, Елена Николаевна, так сказать, если она здесь присутствует, сразу же сказать, что с этой девушкой, так сказать, происходит, есть вот, и вот, знаете, какой асимметричный таз, вот она сама и касками из Маймана из Лайф, 40 секунд, ее полоскопическая картина, и, к сожалению, не юг, вот этот морской конек, он рожден, значит, посредством экстрокорпорального оплодотворения, обратите внимание, никс-образная деформация ног, напряжение мускулы с ракторской мэрис, антифлексия таза, проблема в висцере, когда мы убрали проблемы висцеральные, то, соответственно, вот этот парень растет, хотя мы уже и с ДВГ ставили многое другое, влияние положения стопы на осанку, позицию головы, функционирование, соответственно, песочни и челюстного сустава, это уже стоматологи, в частности, Александр Кальцепольский об этом говорил, а вот один из наших координаторов, да, замечательный красавец, вот смотрите, при открывании это происходит девиация нижней челюсти влевого, потому что левая нога у него короче, а вот этот молодой человек в одиннадцать лет он там, это тоже самое, морской конек, с тяжелейшей цифалгией, родители хотели сделать из него отличник учебы, и, соответственно, так сказать, мастера спорта по хоккею с шайбой, мы работали с ним долго, месяца полтора, теперь мальчик, так сказать, продолжается постепатическая коррекция и изготовление индивидуальных сапинаторов системы по-тодекс позволило сделать из него то, что входят родители, благодарю за внимание. Спасибо.